Всем привет, с вами Ронайтмейр. В сегодняшнем видео я покажу вам именно то, о чем вы давно меня просили, а именно соло глич. На данный момент простых соло гличей просто нет, поэтому видео будет долгим, так что запаситесь едой и напитками. Ну и конечно поддержите это видео лайком и подпишитесь на канал, но перед этим небольшая реклама. А если вы не хотите тратить много времени на фарм денег, то можете заказать прокачку в этой группе. В общем это отличная группа с недорогой прокачкой, за время ее работы никто не пожаловался на бан. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем 100 часов безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей PS4, ссылка на группу в описании. Для выполнения данного глича вам понадобится бесплатная легия, которая будет находиться у вас в ночном клубе или на базе. Машина, которую вы будете копировать, она должна будет находиться в ПКП с функцией автохранилища в третьем отсеке. Также вам понадобится арена и 10 бутылок пива. Глич будет состоять из нескольких частей. Первая часть это где вы багуетесь, вторая часть где вы будете копировать. Итак, первым делом мы идем в нашу аренду к доске карьеры. Жмем креставину вправо, далее жмем L1, чтобы перейти к ТВ. Итак, когда вы перешли к ТВ, вы нажимаете треугольник. У вас высветится вот такой вот список. Далее вы нажимаете клавишу options, чтобы попасть в меню паузы. Далее сеть и выбираете стартовый набор преступной организации. Щелкайте на него и затем снова возвращайтесь в это меню. Далее заходите дела, начать дело, созданный Rockstar, задание и запускаете титаны одно дело. Когда вы его запустите, вам нужно будет дождаться момента, когда задний фон у вас будет размыт. И только после этого выходите из дела. После того, как вы вышли из дела, вы увидите, что ваш персонаж стал невидимым. Далее вы спускаетесь вниз по лестнице и идете к зрительному залу. Вы увидите, что в левом верхнем углу у вас появится сообщение. Далее будет небольшой тайминг. Вы нажимаете клавишу X, затем нажимаете круг и спустя несколько секунд нажимаете квадрат. После этого зажимаете крестовину вниз и выбираете любого не онлайнового персонажа. Вас встретит черное сообщение, вы его отклоняете. Если вы все сделали правильно, то вы увидите, что в левом нижнем углу у вас пропала миникарта. После того, как вы увидели, что ваша миникарта пропала, вам необходимо будет в таком состоянии подняться вновь по лестнице наверх. В том месте, где вы начинали данный глич. Когда вы подниметесь по лестнице, вы должны будете дойти до ноутбука. Когда вы подойдете к ноутбуку, вам необходимо встать четко напротив него. Далее открываете телефон и выбираете быстрая игра. И вы увидите, что ваш персонаж исчез. Далее вам необходимо отключить свой контроллер. Это можно сделать следующим образом. Вы зажимаете клавишу PlayStation, у вас появится вот такое боковое меню. Далее в этом меню вы находите пункт «Звук и устройство». Далее в этом меню выбираете самую нижнюю строчку, у вас будет выключить устройство. Тем самым вы отключите свой контроллер. И вас должно будет встретить черное сообщение. Далее вы просто-напросто нажимаете еще какую-нибудь клавишу на своем геймпаде. Например, ту же клавишу PlayStation. Она у вас снова включится. И в этот момент вы начинаете спамить крестовину вправо. И вы спамите ее до тех пор, пока у вас не загрузится сайт Arena War. После того, как сайт Arena War у вас загрузился, вам необходимо будет нажать на клавишу Options, чтобы попасть в меню паузы. Когда вы открыли меню паузы, вы открываете сеть, далее выбираете стартовый набор преступной организации, заходите в него и выходите. Далее закрываете меню и вы увидите, что ваш персонаж остался на месте. В этом состоянии вы открываете меню взаимодействия путем нажатия сенсорной панели, точнее удержания ее. И выбираете предметы, еда, пиво, писвасер. И начинаете его пить глубокими глотками. Для того, чтобы делать глубокие глотки, вы нажимаете клавишу X и далее ее удерживаете. До тех пор, пока каждая бутылка не будет выпита. Таким образом, вы должны будете выпить порядка 8 или 9 бутылок. Вас должно будет в итоге выключить, то есть выкинет вас на улицу. Обратите внимание, что нужно делать именно глубокие глотки, иначе эффекта потери сознания у вашего персонажа не произойдет. То есть вы нажали на клавишу X, далее ее держите и увидите, что персонаж пьет одну бутылку тремя-четырьмя глотками. Тогда вы все делаете правильно. Таким образом, вы опустошаете все возможные бутылки до потери сознания. Когда ваш персонаж потеряет сознание, вы увидите черный экран. Этот экран может продлиться достаточно долго. Не паникуйте и ничего не делайте с игрой. Просто дождитесь, пока вы покажетесь на улице. Экран может продлиться и 5, и 10, и 15 секунд. Просто подождите. Итак, когда вы оказались на улице, откройте меню взаимодействия и станьте шефом организации. Далее вызовите вертолет Базард. Если вы видите, то на экране есть такая, как муть. Для того, чтобы ее убрать, нужно приконнектиться к другу. Вы просто нажимаете клавишу PlayStation и выбираете игрока, который сейчас играет, нажимаете присоединиться. Далее отклоняете черное сообщение. Но, видимо, из-за записи такой трюк у меня не удался. Поэтому приношу извинения, но далее видео будет именно в таком размытом виде. Итак, после этого вы летите на вертолете к любому магазину и закупаетесь пивом. После того, как вы купили максимальное количество пива Pisswasser, вы можете на том же самом вертолете добраться до своего бункера. Далее вы заходите в свой ПКП и выгоняете машину, которую вы будете копировать. В моем случае это Иси, вкачанная на арене, так как ее копии самые выгодные для продажи. Вы же можете использовать любой транспорт от Бенни, если нет денег на Иси. По нашей старой традиции меняем костюм для активации сохранения. Об этом вам будет свидетельствует кружок в правом нижнем углу. После того, как этот кружок прошел, вам необходимо открыть меню взаимодействия и начать пиво Pisswasser до тех пор, пока вас не вырубят. Напоминаю, что опять же это необходимо делать глубокими глотками. То есть вы нажимаете клавишу X и далее ее удерживаете. Таким образом вы будете выпивать каждую бутылку за 3-4 глотка. Итак, выпив почти все бутылки пива, в очередной раз нас должно будет выключить. То есть ваш персонаж потеряет сознание и у вас встретит опять черный экран. Этот экран опять может продлиться достаточно продолжительное время. Просто дождитесь момента, когда вы окажетесь на улице. Далее у вас есть два варианта в зависимости от того, где у вас стоит бесплатная Элегия. Если она у вас стоит в ночном клубе, то сначала заезжаете в магазин и покупаете максимальное количество пива Pisswasser. И только после этого отправляетесь в ночной клуб. Если машина у вас стоит на базе, то сначала вы летите на базу, там подходите к ассистентке и покупаете у нее максимальное количество пива Pisswasser. Я по привычке это делаю сразу, то есть я когда очнулся, сразу бегу в ближайший магазин, который находится недалеко от Sandy Shorts и покупаю там пиво. Независимо от того, иду ли я на базу или иду ли я в ночной клуб. Это уже просто привычка. После этого вы открываете меню взаимодействия и вызываете вертолет в базу. И на нем добираетесь до своей базы. Долетев до базы, вы пешком заходите в нее и бежите к ассистентке за пивом. Если пиво уже куплено, то к ассистентке бежать не надо. После этого вы идете к машине, которую вы будете терять. В моем случае это бесплатная элегия. Далее садитесь в нее и жмете на клавишу газа. Вас должно будет выкинуть из автомобиля. После этого нажимаете сенсорную панель и открываете меню взаимодействия. Далее предметы, еда и выбираете пиво Pisswasser. И опять же начинаете пить его глубокими глотками. У вас может возникнуть такая же проблема с забаговкой, как у меня. То есть меню будет то появляться, то исчезать. Здесь главное не паниковать и просто не отпускать клавишу X. То есть вы должны будете нажимать. Когда у вас появляется цифра, у вас начинает пить бутылка. И дальше вы просто ждете, пока у вас выпивается бутылка. Таким образом вы должны будете выпить все бутылки до потери сознания. Итак, когда вы таким вот хитым способом выпили все бутылки, вас должно будет выкинуть на улицу. То есть у вас опять же персонаж потеряет сознание, опять встретит черный экран. Опять же он может длиться достаточно долго. В общем опять делаем все то же самое, что делали до этого. Просто дожидаемся, пока мы появимся на улице. После того, как вы очнетесь, вы можете вызвать вертолет Buzzer и полететь сразу к себе в бункер. Однако, если вы захотите продолжить копирование после этого, то сначала забегите в магазин и закупитесь максимально пивом Buzzer и только после этого летите в бункер. Когда вы окажетесь в бункере, вы увидите свою машину. Далее вы в нее садитесь, но не заезжаете в сам ПКП, а просто заводите двигатель. Выходите из машины и далее бежите в ПКП, пробегаете его насквозь. И только после этого заезжаете на машине, подтвердив замену. Оригинал отправится на базу, а в ПКП будет копия. И чтобы продолжить копирование, теперь вам нужно будет только проделать ту часть, которую вы делали, когда вы огоняли ПКП из бункера. Как я и говорил ранее, глич состоит из двух частей. Часть с забаговкой и часть с копированием. Часть с забаговкой, которая производится в арене, вам больше производить не нужно. И далее вы делаете ту часть, которая непосредственно копирование. На данный момент это единственный работающий соло глич. Он достаточно долгий по забаговке, но далее все просто. Много интересной информации теперь есть у меня на сайте runightmare.com А вы не забывайте ставить лайки, комментировать и подписывайтесь на канал. С вами был Runightmare, всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин